доброе утро дорогие друзья с вами канал одна австралия я александр петров наши зрители наши подписчики наши друзья вы дорогие друзья даете вопросы почему в австралии все так дорого вы перерыли массу информации в интернете вы видите что действительности цены зашкаливают как здесь жить ну не будем брать во внимание то что часто вы смотрите русскоязычные источники и это в какой-то степени отголоски российской пропаганды которая абсолютное моральное право имеет делать так чтобы люди не уезжали из страны ведь по идее люди в стране это самое главное страна определяется своим народом но даже если мы посмотрим многих блогеров многих людей мы видим что реально не говорят какие то облачные цены и даже сейчас растущие цены в россии ну совершенно не сравнимы с теми что есть ну по крайней мере в сиднее давайте все-таки остановимся на причинах почему так все дорого в австралии и первая причина это потому что австралийцы могут себе это позволить я уже говорил в новостях за одиннадцатый января 24 года о школе которая берет за обучение своих учеников обычная школа пути частная в районе бандай точнее народу с бэй такомбала хай скул для девочек частная школа более 50 тысяч долларов и более 20 школ в австралии которые берут более 40 тысяч долларов за обучение одного ученика в год просто люди себе могут это позволить либо все австралийцы на некоторые товары услуги до либо какая-то их часть ну касаемо тех людей которые живут на русб и там понятно там люди себе могут позволить очень многое но это же говорит и о привлекательности австралии потому что если люди себе могут позволить это по такой цене значит в австралии можно и зарабатывать хорошо а значит хорошо жить второе это то что австралийцы просто не хотят покупать себе жилье а жилье это и есть самые главные расходы они предпочитают рент рент тоже не дешевеет но все-таки согласитесь очень много денег у людей отнимаются на явно переоцененном жилье австралийцы такие люди что они живут сегодняшним днем где-то мы можем их осуждать где-то может быть и надо было бы что-то у них в жизненном подходе копировать этот принцип take it easy не принимай близко к сердцу но в общем то он какой-то степени и неплохой признак человеческого бытия и отношения к тому что вообще в тобою происходит свою рода жизненная философия но если ты не копишь деньги если ты не платишь ипотеку в принципе наверное наверное если ты в этой жизни временщик и даже хорошем смысле слова то можешь позволить себе все другое же по любой цене третий аспект это австралийцы просто они копят деньги это не вчера началось но скажем 50 лет тому назад я встречался со стариками этими они действительности копили деньги пытались купить недвижимость и строили планы на будущее них есть такая поговорка нет денег не покупай и это очень разумно с нашей точки зрения но с точки зрения нынешних поколений и нынешних реалий может быть опять-таки имеет смысл почему а потому что с тем отношением к нам к людям которые есть у правительства австралии да в общем-то и любого другого правительства они все равно попытаются отнять не мытьем так катанием все наши накопленные ресурсы тогда зачем нам надрываться и накапливать эти ресурсы в общем-то для них на мой взгляд своего рода и это и протест но не знаю я не люблю бунт на коленях и все волнение рабов подавляется всегда достаточно успешно по моему вообще не было в истории кроме может быть гаити да и то до определенной степени успешных восстаний рабов а мы сейчас в этом мире все больше и больше похоже на рабов и рабовладельцев кстати у рабовладельцев тоже не самая счастливая жизнь она всегда так было в этом мире вернемся опять таки к нашему как говорят сабжу вы знаете в австралии хорошие вещи не пользуются успехом хорошую обувь не носят хорошую одежду короче говоря то что действительности элитарная то что действительность супер высокого качества этими людьми не ценится а значит единицы которые все-таки присутствуют им надо все это завозить и все это будет очень дорого дороже чем могло бы быть дорогие товары становятся очень дорогими и а если не брать какие-то подделки привезенные из китая пол контрафакт грубо говоря то с реальным качественным товаром здесь проблем зачастую выгоднее просто ездить там купить где-то там за рубежом пока нам еще совсем не перекрыли кислород со всякие поездки со всякими вот этими вот новыми штаммами известные нам заразы об этом мы тоже говорили будем говорить пока так есть ну давайте все-таки да очень ценными и соответственно дорогими вещами ездить за все эти за рубежи и брать их там где они есть и где они по хорошей цене но в общем то если человек в действительности хочет что-то купить и не хочет куда-то ехать это эксклюзивная вещь то придется ему платить гораздо больше чем она того стоит опять-таки ребята население австралии ну 28 чем-то может по 29 миллионов человек наверно с какими-то временными товарищами чуть больше 30 миллионов человек это ничтожное население ничтожное количество людей для такой огромной страны не забывайте это вообще-то континент и это крайне далеко ну вот австралия до новой зеландии они на крае земли соответственно дорогая логистика сейчас это еще более дорого сами ничего не производим короче говоря до действительности мы пытаемся кому-то продать в три дорога наши ресурсы а нам продает уже конечный продукт а банановая или сырьевая республика всегда должна платить в какой-то степени это и есть причина того что мы ну скажем так дорого да все платим если за что-то платим дорого значит платим дорого и за все ну по крайней мере частично это тоже объясняет феномен почему здесь дорого самое главное дорогие друзья просто не знаете где покупать все это по недорогой цене австралия на самом деле недорогая если брать продукты основные вещи первой необходимости какие-то товары а может быть даже братья автомобили многое что другое сырье если вы что-то собираетесь вдруг не по-австралийски производить то все окажется здесь не так дорого не такие дорогие курорты не такое другое кстати жилье по крайней мере для рента не такие дорогие товары которых вы используете поэтому дорогие друзья не слушайте тех людей которые говорят что австралия страна дорогая вам объяснил почему эта страна может казаться некоторым дорогой но те люди которые здесь находятся знают если ты хочешь не покупать дорого и все-таки жить качественно и хорошо ты всегда найдешь возможность купить и товар и продукт очень дешево очень качественно и даже сильные а может быть сильные в первую очередь дорогие друзья не забывайте подписываться на этот канал фактически только на этом канале вы узнаете правду об обучении и миграции во второе что касается жизни в австралии я стараюсь донести вам и свою точку зрения и точки зрения своих студентов своих друзей но здесь уже сколько людей столько и мнений но на одно вы можете рассчитывать что вам дадут самую честную оценку происходящего и нигде лучшей информации по образованию и миграции в австралии вы не получите а в общем то и по жизни спасибо а